Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». У меня открылись экстрасенсорные способности. Что мне с ними делать? Такой вопрос поступил от одной из подписчиц Ютуб-канала. Вспоминаются слова пророка Исаии. «И когда скажут вам, обратитесь к взывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Так вот, дорогие друзья, дело в том, что отношение к людям, которые мнили себя пророками, лжепророками, или к людям, которые обладали этими экстрасенсорными способностями, в Ветхом Завете было крайне жестокое. Дело в том, что в действительности в нашем мире действуют разные силы, в том числе силы дьявольские. Более того, мы, бывает, сами себя обольщаем. Нам кажется, что это экстрасенсорные способности. Дьявол помогает нам в этом убедиться. Если мы идем по его стопам, то мы к этому действительно начинаем приходить. Отношение к вызывателям умерших, гадателям, предсказателям было крайне отрицательное. Но вы скажете, ведь были пророки, которые пророчествовали о будущем. Пророческое служение не было связано с предсказанием. Пророческое служение связано с адекватной оценкой настоящего, будущего и прошлого. Притом оценкой, которую дает Господь, а не сам пророк. Поэтому одно из качеств, которым должен обладать истинный пророк для Ветхого Завета, это была полная непогрешимость. Но не в плане личного греха, а в плане того, что все его пророчества должны были сбываться. В случае с таким представителем экстрасенсорной школы, как Ванга, мы с вами наблюдаем статистически, что 80% примерно ее предсказаний было исполнено, но 20% нет. Притом они не касаются еще более будущего времени, а касаются сегодняшнего дня, на сегодняшний момент. И это говорит о том, что она говорила не от Бога. Мы находим это основание в текстах Священного Писания. Также хочется вспомнить слова одного известного иерарха 20 века, митрополита Антония Блума, более известного как Антоний Сурожский. Так вот, митрополит Антоний рассказывал следующий случай, что у него у самого как-то был период времени, когда он доподлинно знал, что скажет или сделает тот или иной человек. То есть некие такие долго длящиеся дежавю и часто встречающиеся в его жизни. Он не знал, от Бога ли это, либо это от Лукаова, и поэтому обратился к своему духовнику за советом. Его духовник подсказал ему следующий вариант решения. «Помолись Богу, от сердца скажи ему, Господи, если это от Тебя, то укрепи это во мне, если нет, то избавь меня от этого». И владыка Антоний сказал, что как только он так помолился, в его жизни это прекратилось навсегда. Поэтому обратите на это внимание. Не будем мы неразборчивы в наших духовных состояниях, чаяниях, в нашей духовной жизни. Но будем помнить, что за все, что мы думаем, мыслим, действуем, а также за то, что мы можем искусить чем-то наших близких, мы дадим ответ Богу. А это действительно очень опасно, потому что страшно впасть в руки Бога живаго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...